Компания принимает более 600 видов отходов. В дни акции одни жители сортируют мусор дома и приносят его целыми пакетами, другие сдают на переработку только опасный мусор, перегоревшие лампочки и просроченные лекарства. Татьяна живет с мужем неподалеку. Сегодня принесли накопившиеся батарейки, чтобы безопасно их утилизировать. Там же есть вещества, которые плохо влияют и на почву, и чтобы зелень потом росла, и деревья. То есть они, как будем говорить, радиоактивны. Так что лучше всего в специализированное место отправить их там, разберут, переплавят или еще что-то, что там с ним сделают. И все будет чисто, хорошо. Одна выброшенная батарейка способна загрязнить 20 квадратных метров земли и 400 литров воды. В энергосберегающей лампе находится около 4 миллиграммов ртути, а самый простой пластиковый пакет разлагается до 200 лет. По словам организаторов акции, главная цель – привлечь внимание к актуальной проблеме и призвать анапчан к правильной утилизации опасных отходов. Все, что мы получаем, все, что мы принимаем от населения, от предприятий, в соответствии с требованиями законодательства и с требованиями наших внутренних экологов, начальников отделов, все полностью будет передано на утилизацию, будет переработано, либо передано в лицензированную компанию, которая работает с большими объемами. То есть не с единичной компанией, маленьким количеством или частным лицом, а принимает большие объемы именно для переработки, для утилизации. Всем, кто посодействовал в сохранении окружающей среды, вручили полезные подарки. Компактные коробки для хранения использованных батареек и просроченных лекарств, а также канцелярские принадлежности. Подобная акция не последняя. В планах агентства как можно чаще устанавливать точки сбора в городе и сельских округах. Продолжение следует...